Всем привет! Сегодня воскресенье и у нас Никита, первая наша такая маленькая годовщинка, прошел ровно месяц со дня нашей свадьбы и сегодня я вот решила, что надо куда-то, наверное, сходить, отметить это столь знаменательное событие и вот я сейчас сижу, выбираю какие-то места, куда можно сходить. Мой выбор пал на тавернету, это такой, наверное, безопасный вариант. Тавернет это, грубо говоря, такой итальянский ресторан, пиццерия, короче, не знаю, как ее назвать. Отзывов очень много, я когда-то давно там была, но я уже забыла, как там, хорошо или плохо. И вот еще один ресторан Жорден, я больше к нему склоняюсь, тут по фотографиям кухня очень-очень привлекательно выглядит. Я его знаю, где он, он прямо возле горсада находится в самом центре, поэтому всегда проходили мимо мы с Никитой, всегда нам нравилось, но никогда мы что-то не заходили. Вот, поэтому я думаю, пойдем куда-то, может быть, в этот Жорден сегодня сходим. Вот как раз вид на горсад и здесь вот находится этот ресторан. Короче говоря, посмотрим, как там оно будет, но хочется отпраздновать, в общем-то, хотя мы уже чуть ли не 10 лет вместе, но все равно вот дата свадьбы, это какой-то как новый этап, что ли. И я сейчас еще абсолютно не готова, то есть сейчас буду собираться, только вышла из душа недавно, поэтому покажу вам обязательно, куда же мы все-таки решим пойти. А тем временем у меня еще готовится в пароварке кукурузка, вернее уже приготовилась. И сейчас мы приступим к ее поведанию, это мы так разогреваемся перед ресторанчиком. И Сэмик тут покажу вам его, многие любят смотреть на Сэмика в моих видео, да, по-тягучки, потому что знает, что сейчас ему достанется немножко кукурузки, правда? 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 Правда, малыш. Ну вот, я уже, в принципе, готова на сегодняшний вечер, но мне такое вот платьичко довольно-таки простое, но мне оно очень нравится, потому что оно красиво сидит и, в принципе, по моей фигуре хорошо сидит. И пока Никита с Эмиком гуляет, хочу показать вам некоторую косметику, которую я сегодня использовала на лице, чтобы сделать этот макияж. В общем-то, вот этим я сегодня красилась. Первое, это попробовала вот такую вот базу от MAC, которая называется Skin Base Visage. База эта такая, но немножко странновата, как мне показалось, потому что она оставляет такие какие-то мелкие-мелкие блесточки, но в то же время как будто немножко как матирует. Ну, короче говоря, такая немножко странноватая. Я сегодня первый раз ей пользовалась, поэтому точно сказать какой-то отзыв не могу. И также сегодня на мне тональная основа вот этого Tarte Amazonian Clay Full Coverage Foundation. Очень мне она нравится, она действительно круто выглядит и на фотках потом будет круто выглядеть, точно я это знаю. И что еще на мне? На глазах у меня, я сегодня пользовалась двумя палетками для того, чтобы сделать макияж. Первая палетка вот такая вот. Вот, это от Faberlic, ее номер, если я не ошибаюсь, 5215, да. Вот для этого макияжа я использовала вот эти два цвета. Вот этот розовый и темно-фиолетовый. Вот. Вот эти два цвета. И также взяла свою LORAC Mega Pro. И здесь я использовала вот этот цвет Dusty Plum и Espresso, по-моему, да. Вот это два цвета, которые я отсюда использовала. Карандаш черный. И, в принципе, все. И вот такой вот макияж глаз у меня получился. Это вам вблизи показываю. Мне очень нравится, как выглядят эти тени запеченные у Faberlic. Очень-очень так круто получается. Вот. А сейчас, собственно, жду, пока мои два мужчины вернутся с прогулки. И будем же, наверное, выезжать. Мы, вроде бы, остановились на Тавернете, то есть, там, итальянском таком ресторанчике, там, где пиццу можно покушать и разные другие такие классические итальянские блюда. В общем-то, возьму вас сегодня туда. Вот мы уже подъехали практически к Тавернете. Вот она. Вот это уже она. Так, на улице я смотрю. Кстати, может, и не будет столиков. Да. Короче говоря, с Тавернеты мы ушли, потому что нас абсолютно не впечатлило меню их. Как-то, ну, не было ничего такого, чтобы я посмотрела и решила, что вот, это именно то, что я сегодня хочу скушать и вот этим насладиться. И плюс еще у них не было все-таки мест на веранде. Они нас посадили на какой-то маленький столик в середине. Там довольно душненько так было, поэтому мы решили, что раз мы хотим хорошо провести вечер, то нет смысла платить деньги и еще и ютиться там где-то в середине зала, там, где нет воздуха и вообще там, где некомфортно. Поэтому ездим сейчас во второй ресторан, который я вам показывала. Надеемся, что там будет получше. Вот, видите, такие как белые шатры. Это уже вот этого ресторана они. Я, конечно, очень надеюсь, что можно будет сесть на террасе, потому что как-то в середине сидеть вообще некомфортно в такую жару. Вид, конечно, тут очень красивый. Вот сидишь и наблюдаешь за горсадом. Шумновато немножко, но тем не менее, мне кажется, очень так атмосферно и приятно. Покажу вам еще немножко ресторан изнутри. Мне очень нравится здесь интерьер. Именно так в французском стиле. Сразу скажу, что еда тут довольно дорогая. Но если вы хотите хорошо провести время, вот с видом, посмотрите, каким красивым, то вполне можете сюда приходить. Я думаю, я буду заказывать ревионе. Очень много здесь морепродуктов, всяких рыбных плютов тоже. Там принесли наш первый заказ. Мидии вот такие вот с багетом. Сейчас будем пробовать. Очень так аппетитно выглядят, мне кажется. И они в сливочном соусе там в серединке. Сейчас я попробую мидию. Нам готовят пасту. Я думаю, пармезан не испортит, да? Паста наша. Да, это точно. Мы здесь расправляемся с нашими мидиями. Они просто божественные. Вообще этот соус. Ням-ням-ням. Он же моя тарелочка. Вот привезли мои маи равиоли. А тут сейчас буду делать пасту. Вот так вот выглядит паста. Здесь соус из трех сиропов. Здесь старый пекорино, дольче гаргантола голубой и моцерелло. Класс. И вот уже в головке с пармезаном мы замешиваем соус 4-4 сиропов. Вообще соус, видите, достаточно жидкий. Когда уже попадает паста в пармезан, пармезан забирает всю ненужную жидкость и нас еще масло. Четвертый. Сейчас увидите. Я думаю, ты явно попробуешь. Да, сто процентов. Ты даже не сомневалась. Спасибо. Спасибо. И мои равиоли с белыми грибами. И шпинат. Ребята, я вам говорю абсолютно серьезно. Эти равиоли просто обалденные. Вообще я лучше... Вот очень-очень давно я ничего не встречала лучше. И у Никиты паста его. Ну поделись впечатлениями. Обалденная. Просто вообще. У меня, я уже Никите сказала, у меня в этом ресторане случился какой-то гастрономический оргазм просто. Потому что очень вкусно. Вот действительно настолько вкусная здесь еда. Дорогое. Ну, блин, оно того стоит. Особенно если у вас какое-то событие, есть что отметить, то вот сто процентов есть смысл сюда приходить. Напоследок мы еще решили заказать рапана. Потому что где мы не пробовали рапаны, нигде не было вкусно. И вся надежда на этот ресторан. Потому что здесь потрясающе вкусно просто все. Поэтому сейчас попробуем. Вдруг здесь окажется вкусно. И вот, кстати, как выглядит рапан. Уже в разделанном состоянии. Похож на гриб чем-то. Опять первая проба пера. Сейчас. Тебе как? Не очень, не очень. Вот здесь они не похожи на куриные желудки. Тут они похожи, ну, не знаю. Вот мне везде, где я не пробовала рапанов, везде они мне похожи на куриные желудки. Я еще говорю, что можно купить в супермаркете куриные желудки, в каком-то соусе их приготовить, и будет то же самое. А здесь вот реально есть такой какой-то интересный вкус. У меня такой. Очень вкусный. В общем-то вышли мы уже только что с этого ресторана. Как по мне, то это один, наверное, из самых лучших в Одессе. Действительно очень вкусно. Вот прям очень вкусно у них еда. Это французский ресторан. То есть у них очень много морепродуктов. Но тоже есть и мясо, и птица, и в общем-то разные. Вот что бы вы ни любили, скорее всего тут найдется в меню то, что вы захотите скушать. Вот, поэтому у меня просто безумно позитивное впечатление осталось после этого ресторана. Всем его советую. И, в общем-то, да, сейчас мы идем встретимся с Никитиными коллегами. Приехали они с другого города. И с вами увидимся чуть попозже. Пока-пока. Мы решили вечер закончить в Кальянной. Все, я попробую. Давай. Это, кстати, мое абсолютно любимое заведение Кальянное. Называется Хабиби. Вот здесь название, но его не видно, к сожалению. Ну, короче говоря, оно находится прям практически в центре. Это Дерибасовская отель Москва. И за ним сразу вот это заведение. Здесь Кальян всегда просто потрясающе. Помба. Классный, да? Да, давай я тебя засниму. Он раскурил сейчас. Да, да. По идее должно быть хорошо. Да, круто получилось. И колечки. А у тебя получается? А у тебя получается? Не, я умею колечки пускать, но надо, чтобы ветра не было. Помощай. Свидели запах колечки. Класс. Ну, вот и все. Наш вечер подошел к концу. Сейчас идем к машине, будем ехать домой. Да и уже ложиться спать, потому что как-то... Работа. Да, завтра работа. Уже полдвенадцатого ночи, поэтому пока доберемся. Пока уложимся, уже где-то пол первого, наверное, будет. Их, завтра рабочий день. Деньги. Кстати, у меня зуб почти не болит. О, мне оказывается, наверное, нужно было хорошо покушать, а потом покурить колья. Мидии. Мидии. Именно как-то резать там это все дело. Потому что чувствую, малой кровью не обойдется. Спасибо, в общем-то, что посмотрели мой влог. Надеюсь, он вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.